Всем привет! Меня зовут Настя и сегодня я хочу рассказать вам о книгах, которые я прочитала за последнее время. И начать я хочу с двух книг Анны Шадриной, которые вышли в новом литературном обозрении в серии «Неприкосновенный запас». Книги ее называются «Незамужем. Секс. Любовь и семья за пределами брака» и «Дорогие дети. Сокращение рождаемости. Рост цены материнства в 21 веке». Это научно-популярные книги, я бы даже сказала публицистические, и впервые я о них узнала от Веры. Сначала прочитала ее отзыв на ее книжном блоге, а затем она уже выпустила видео, посвященное им двум. Я оставлю на него ссылку внизу, так что если вам интересно, то проходите также и смотрите. Но сейчас я хочу рассказать вам, что я думаю об этих книгах. И начать я хочу свой рассказ с книги «Незамужем», которая по большей части посвящена женщинам в возрасте от 25 до 40 лет, которые на момент исследования Анны Шадриной были незамужем, то есть одиноким, и которые испытывали из-за своего такого вот статуса проблемы в различных сферах жизни. Причем, как показывает автор, одиночество может быть разным. Во-первых, это нежелание в принципе вступать в брак или заводить в какой-то конкретный момент романтические отношения с кем-либо. Одиночество может быть вызвано такой причиной, как вдовство или пенсия, старость. И в основном Анна Шадрина рассматривает именно первые две категории в данной книге. Слово «одиночество» в российской культуре, а лучше, наверное, сказать постсоветской, имеет однозначно негативную окраску, потому что если ты один, значит с тобой что-то не так, именно с тобой, а не с миром, который тебя окружает. Нормой в нашей культуре считаются гетеронормативные отношения, которые затем перерастают в брак, семью, затем следует рождение детей, забота о них, их воспитание, их развитие. И затем уже, собственно, когда наступает старость, пенсия, уже в этот момент семья заботится о внуках. Если человек, неважно какого он пола, мужчина он или женщина, отклоняется от этой так называемой нормы, то считается, что с ним что-то не так. Причем в разное время и разной эпохи говорилось о совершенно различных отклонениях, начиная от каких-то физиологических отклонений и заканчивая психологическими и даже психиатрическими. Анна Шадрина в данной книге, рассматривая не только те процессы, которые происходят сейчас в нашем мире, но также и те, которые сформировали те представления, что есть сейчас, показывает, что нормы на самом деле никакой не существует вообще. И то, что мы представляем себе как успешную жизнь, успешную реализацию себя в романтической личной сфере, все это навязано нам обществом, различными институтами, государством и, конечно же, историей, то есть формированием того, что есть у нас сейчас. Потому что ничего не взялось откуда-то из воздуха, из ниоткуда. Все это было обусловлено процессами, которые происходили в России и в других странах СНГ. И что самое важное, Анна Шадрина также показывает, что все эти наши представления о нашей жизни, они могут в любой момент поменяться. И в особенности это четко видно на примере развития становления СССР. Потому что тогда в зависимости от линии партии пропагандировались совершенно разные вещи, делался уклон на совершенно разные понятия. И таким образом у людей постепенно трансформировалось понятие семьи, брака, отношений к детям и так далее. И это совсем маленькая и небольшая книга, в которой автор очень кратко пробежалась по многим и многим темам и проблемам, связанным с одиночеством. И вот уже во второй книге, а именно «Дорогие дети», Анна Шадрина уделила намного больше внимания проблемам, которые связаны именно с материнством. В первую очередь она рассматривает те процессы, которые привели к современному осознанию таких понятий, как «хорошая» и «плохая мать». Как вообще формировался образ матери в дореволюционной России в советское время и сейчас в постсоветскую эпоху. Рассматривает Анна Шадрина не только различные зарубежные и российские, белорусские исследования в области гендера и социологии, но также и различные фильмы и книги, связанные с этой темой. Больше всего мне понравилось и было интересно здесь читать о том, как представлялась мать в советское время. Потому что идеологию мотала, в прямом смысле этого слова, из одной стороны в другую. Государство указывало людям, как им жить, что им делать. И с учетом того, что в середине прошлого века случилась Вторая мировая война, но также еще можно и упомянуть и Первую мировую войну, которая очень сильно подкосила мужское население. Все это было очень большим фактором, который сформировал определенные представления о том, как должна выглядеть мать и как она должна заботиться о детях. Именно в советское время сформировалась такая проблема, которая и сейчас не озвучивается, которая сейчас замалчивается и мало рассматривается, а именно двойная нагрузка на женщин, которая приходится на них, когда в особенности они становятся матерями. То есть женщина обязана не только выполнять домашнюю работу, воспитывать, заботиться о детях и вообще родить их еще, выносить, но также она обязана еще обеспечивать полностью всех членов своей семьи, то есть обслуживать их. И этот труд совершенно невидим, он обесценен, он абсолютно неоплачиваемый. Есть еще другая сторона жизни матери и женщины, а именно работа, реализация каких-то своих потребностей, карьера. А в советское время женщина по сути вообще не могла сидеть дома, она должна была работать, она должна была отдавать все свои силы на становление советского государства. Собственно, с развалом Советского Союза эта двойная нагрузка никуда не делась, только стала ситуация еще хуже, потому что в советское время были организованы для помощи женщинам ясли, детские сады, какие-то различные группы выходного дня, когда дети могли быть под присмотром, а мать и отец могли совершенно спокойно работать и, так сказать, помогать государству становиться и зарабатывать также себе на жизнь. В наше же время наблюдается сокращение детских садов, ясли и других дошкольных учреждений, потому что сейчас исповедуется, активно пропагандируется теория интенсивного материнствования, когда мать, именно мать, а не отец, должны быть эмоционально включенными в заботу и воспитание ребенка 24 на 7. При этом это не является признаком хорошей матери, успешной и счастливой. При этом она должна как-то все равно карьерно развиваться, потому что пришедшая в нашу страну после распада СССР глобализация, капитализм и вообще рыночная экономика требуют активной реализации себя, активного встраивания в рыночную экономику и выпадение из нее даже на год или даже на полгода чревато тем, что потом женщина просто не сможет в нее встроиться обратно на ту же должность, ту же зарплату. В общем, материнство теперь связано с огромными экономическими рисками, и именно поэтому очень многие женщины начинают откладывать свое материнство, либо вообще не хотят быть матерями. Но тем не менее в государстве все эти проблемы замалчиваются и пропагандируются в своевременное, скажем так, рождение детей, которое определяется какой-то вот эфемерной нормой. Я понимаю, что сейчас, возможно, мой рассказ выглядит несколько сумбурным, но Анна Шадрина поднимает в своих книгах столько мыслей и столько проблем, которые являются неявными, неосознанными, замалчиваемыми, что на темы, которые подняты в этих книгах, можно говорить просто бесконечно, я считаю. Поэтому, наверное, я буду закругляться, и в конце хочу сказать, что я очень рада, что такие книги вообще выходят у нас на постсоветском пространстве, и я считаю, что их должно быть намного больше, потому что мы очень-очень сильно зависимы от мнения вокруг, мы все равно на него оглядываемся постоянно, и это очень сложно не жить под давлением общества, отбросить вообще все то, что творится вокруг вас, все то, что около вас говорится. Все наше с вами окружение, начиная от наших родителей, друзей и знакомых, и заканчивая официальной риторикой государства, сводится к тому, что нам ежедневно навязывают какие-либо нормы и идеалы. И если мы с вами им не соответствуем, то мы можем испытывать из этого чувство вины, чувство беспокойства, мы можем думать, что с нами что-то не так, это повышает чувство тревожности, стресса и, возможно, какого-то другого негатива. Хотя на самом деле нужно постоянно, я считаю, отдергивать в себя в такие моменты и понимать, что нет никакой нормы, ее просто не существует. Анна Шадрина, вот в особенности в первой книге, которую она написала не замужем, делает очень активный упор на то, что человек, любого пола, женщина и мужчина, должен постоянно спрашивать себя, чего я на самом деле хочу, что мне на самом деле нужно. Конечно же, это очень сложно отбросить все, что вас окружает, и углубиться только в свои собственные нужды, в свои собственные желания. Но тем не менее, хотя бы периодически это нужно делать, потому что именно тогда, я считаю, можно обрести хотя бы какой-никакой покой и счастье, хотя бы относительное. Потому что если постоянно оглядываться на вот эти вот недостижимые эфемерные идеалы, то, по крайней мере, жизни счастливой точно не получится. Я проверила это уже на собственном примере, и не в этих категориях, точнее, частично в категории не замужем, и частично в категории материнствования, потому что мне уже скоро 30 лет, а я не замужем, и детей у меня нет. И, конечно же, общество давляет надо мной. Но вот эти книги в очередной раз дали мне понимание того, что на самом деле со мной все нормально, все хорошо, и то, что я не соответствую каким-то там придуманным нормам, это тоже абсолютно нормально, и незачем об этом беспокоиться. В общем, рекомендую эти книги абсолютно всем, кто заинтересован в социологии, каких-либо гендерных исследованиях, а также гендерном неравенстве, и также тем, кого беспокоит вот это вот несоответствие каким-либо нормам, принятым в нашем обществе. Я надеюсь, что социологи и вообще исследователи в разных сферах жизни продолжат публиковать подобные книги, которые написаны простым и понятным языком, и которые заставляют человека задуматься о том, как ему лучше всего жить в наших реалиях. И следующая и последняя на сегодня книга, которую я хотела вам сегодня рассказать, является документальной. Это Дмитрий Шостакович в письмах и документах. Несмотря на то, что я закончила музыкальную школу, я вообще никогда в жизни не интересовалась биографиями композиторов. Но вот эта книга меня очень сильно привлекла, потому что, во-первых, я люблю мемуаристику, я люблю читать различные документы, и в частности, сочинение Шостаковича мне тоже нравится, поэтому я решила, почему бы и не купить, почему бы и не попробовать. Где-то на 70 или даже, наверное, на 60 процентов эта книга состоит из самих писем Шостаковича к различным деятелям искусства. В первую очередь, когда он был молодым, к его учителям и друзьям, а уже затем к его коллегам по работе, к его ученикам, когда он начал уже преподавать в консерватории, а также различным, скажем так, официальным лицам, которые были, например, депутатами, либо секретарями каких-либо министерств СССР или РСФСР. В частности, например, сам Шостакович был секретарем Союза композиторов. И сейчас вы увидите эту книгу поближе, в частности, фотографии, которые были здесь представлены, а я вам продолжу рассказывать о Дмитрии Дмитриевиче Шостаковиче. Композитор родился 25 сентября 1906 года в Ленинграде, и его способности, его талант проявились уже в раннем детстве. Насколько я поняла, уже где-то в возрасте 5-6 лет он заинтересовался фортепиано, роялем и пытался там что-то сочинять. Сам, в общем, бренчал на нем. Его мать Софья Васильевна, видя такой интерес мальчика к музыке, отдала его в музыкальную школу на курсы. Но Дмитрий Дмитриевич изначально не проявил вообще никакого интереса к этим занятиям, он вообще совершенно не хотел учиться, но, тем не менее, при этом продолжал все равно пытаться что-то наиграть на рояле у них дома. И Софья Васильевна, видя, что у мальчика все-таки есть способности, настояла на том, чтобы он продолжил обучение. Постепенно Шостакович в это все втянулся, очень быстро обучился в нотной грамоте, и уже в 13 лет он сочинил свое первое произведение, а именно «Скерца для оркестра». Во всех списках сочинений, которые когда-либо он предоставлял различным деятелям культуры СССР, он писал, что это произведение, да, есть, но оно никогда не исполнялось и никогда исполняться не будет, потому что это одно из его первых сочинений, и оно, конечно же, абсолютно несовершенно. Но, тем не менее, вдумайтесь в возраст. Уже в 13 лет он сочинил полноценное, настоящее произведение. Первую симфонию, которая, собственно, вознесла его на вершину славы, он сочинил, когда ему было 18-19 лет, именно в это время. И оно стало знаменитым, как и сам он, не только на всю страну, но также за рубежом, и именно с этого момента начинается его большой творческий путь длиною всю его жизнь. Именно с этого момента, с написания первой симфонии и опубликованы в данном издании его письма к различным людям. По ранним письмам очень хорошо видно, что в юности Дмитрий Дмитриевич обладал невероятно живым характером, а также был очень остроумным и даже дерзким человеком. Он очень рано начал зарабатывать на жизнь всей своей семьи, начиная с 22-го года, когда ему было 16 лет и когда умер его отец. Подрабатывал он, когда учился в консерватории, в кинотеатрах. Тогда все мои фильмы озвучивались прямо в зале оркестром, и это была очень утомительная и механическая работа. Это только на первый взгляд казалось, что музыканты могли импровизировать во время таких выступлений. На самом деле они постоянно играли одни и те же мелодии, в особенности потому, что и зрители ждали каких-то определенных звучаний в какие-то моменты фильма. В торжественные часто звучал марш, во время танцев героев фильма звучал вальс, в какие-то напряженные моменты тоже звучала соответствующая музыка. В общем, Шостаковича все это убивало. После такой вот работы он совершенно не мог сочинять, его ничто не вдохновляло. Поэтому, когда появилась возможность уйти с этой работы, он не применил это сразу же сделать. И впоследствии он уже на жизнь зарабатывал только собственным творчеством, хотя музыку к кинофильмам он все-таки писал по заказам различных киностудий. Не всегда все шло у него хорошо и гладко в жизни, были и опальные времена. Например, в 30-х годах партия обвинила его в формализме, то есть в использовании мотивов буржуазных песенок, мелодий каких-то цыганских мотивов, а также в том, что он представляет в своих сочинениях какой-то извращенный звук, близкий к какафонии. Некоторые его произведения было приказано убрать из всех репертуаров по всей стране, также поступили с некоторыми сочинениями других композиторов. Но, к счастью, этот приказ недолго просуществовал, всего год с небольшим, и по личному распоряжению Сталина, 16 марта 49-го года этот приказ был отменен как незаконный. И после этого снова пошел подъем славы Шостаковича, продолжавшийся уже до самого конца его жизни. Данное издание где-то на 60% состоит из писем Шостаковича к различным адресатам, еще где-то на 30% из комментариев к ним, и в них также содержатся часто письма, чтобы читателю было более понятна ситуация, которую описывает Шостакович и его адресат. И оставшиеся 10% заняты различными, не опубликованными ранее в других изданиях статьями, которые Шостакович писал в газеты и журналы, а также различными материалами, даже связанными с его творчеством. Несмотря на то, что комментариев здесь достаточно много, тем не менее именно благодаря им складывается очень полная картина жизни и творчества Шостаковича. А сами же письма, в свою очередь, позволяют лучше узнать характер и личность Шостаковича. Читая его указания в письмах различным дирижерам по поводу исполнения его сочинений, я поражалась тому, как у Шостаковича все это звучало в голове, насколько точно и ясно он на момент написания произведения уже абсолютно определенно знал, как оно должно звучать. Также надо отметить, что у Шостаковича была уникальная, феноменальная слуховая память. Услышав где-то отрывок из какого-то неизвестного ему произведения, он мог сразу же сесть за фортепиано или через какое-то время и абсолютно без ошибок в точности воспроизвести этот отрывок без нот. И это однозначно также помогало ему и при сочинении его собственных произведений, потому что музыка в буквальном смысле просто звучала у него в голове. После прочтения этой книги мне теперь также захотелось познакомиться с письмами и статьями его современников, других композиторов, дирижеров и вообще деятелей культуры и искусства, чтобы лучше познакомиться с творческой жизнью СССР. Очень рекомендую к прочтению эту книгу в первую очередь тем, кто интересуется личностью Дмитрия Дмитриевича Шостаковича и его творчеством, а также в принципе всем тем, кто интересуется музыкой. Если же вы не любите читать письма или документальную литературу, но вас все равно очень интересует личность этого композитора, либо вы в принципе интересуетесь музыкой и композиторами, то рекомендую вам прочитать биографию Шостаковича, потому что это действительно был очень талантливый и гениальный человек, который очень-очень много сделал для развития русской музыки и в частности советской. И на этом на сегодня все. Если вы читали книги Анны Шадриной, то пожалуйста пишите внизу, понравились они вам или нет. И также если вы интересуетесь социологическими или гендерными исследованиями и читали какие-либо книги научные или научно-популярные на эти темы, то пожалуйста тоже пишите в комментариях, будет очень интересно узнать для себя что-то новое, возможно что-нибудь из этого я потом также прочитаю. И также пожалуйста пишите внизу, интересуетесь ли вы классической музыкой, композиторами советского времени, какие ваши произведения классической музыки самые любимые, тоже будет очень интересно все это прочитать и возможно даже потом послушать. Всем спасибо за внимание, до встречи в следующем видео.